Дорогие друзья, с вами Волейбольное обозрение и я Евгений Мандрахович. Сегодня мы завершаем чемпионат Республики Беларусь. Конечно, завершаем с оговоркой, ведь наша Жемчужина Полесья может одержать победу. Но, впрочем, сейчас вы увидите все сами. Третий финальный матч между столичной Менчанкой и Мозорской Жемчужиной Полесья проходил в спорткомплексе Мозор-Соль. Быть может, не в самом комфортабельном зале мирового спорта, но уж точно, это место намолено полесьскими любителями волейбола и право в этот день, 22 апреля. Белорусский волейбол получил еще один праздник, который вряд ли состоялся бы в полной мере, прими Белорусской Федерации волейбола решение перенести эту игру из Мозоря. Но матч все-таки состоялся в столице Полесьи, несмотря на то, что старт этой дуэли у себя дома Менчанка выиграла, причем с отсчетом 2-0, мозорские волейбольные болельщики рассчитывали на возвращение серии в Минск. Однако для этого нужно было выиграть оба мозорских матча, и первый сет третьего матча серии несколько уменьшил огонь надежды поклонников Жемчужной Полесьи, которая уступила, да еще с таким счетом, 14-25. Вот Татьяна Серик забивает мяч в своей родной команде. Вот следующий эпизод, когда к подаче готовится, а затем и совершает ее капитан Менчанки Екатерина Силантьева. Эта атака, как и большинство в первой партии, приносит очко столичным волейболисткам. Тренерский штаб столичной команды во главе с Виктором Федоровичем Гончаровым был доволен, наверное, действиями своих подопечных тем патчи, что они зарабатывали и зарабатывали результативные очки. Вот, например, блок, и вновь эта мини-победа проходит с участием Татьяны Серик. Но дабы у вас, уважаемые телезрители, не складывалось впечатление, что забивала в первой партии исключительно Менчанка, пара результативных атак нашей команды. Это, к сожалению, одна из последних в активе «Жемчужины» в первом сете. А это завершающая партия атака Менчанки, вернее, подача, и чья бы вы думали, Татьяна Серик. В честь нашей команды она не отпустила матч в освоясь, а всеми силами старалась возвратить его в русло достойного соперничества. И получилось! 25-23. «Жемчужина» Полесья сравняла счет. А как это было, вы сейчас видите на своих экранах. Вот ошибка столичной команды, принесшая Мозорской волейбольной дружине результативное очко. Вот подача на Капко, оказавшаяся не берущейся. И отличный розыгрыш, завершившийся ударом Дарьи Ионовой, нашей замечательной центральной нападающей. Соперник, конечно, не дремал. И эта комбинация, завершившаяся победой Менчанки, показывает, что подопечные Виктора Федоровича Гончарова одни не собирались дарить этот сет. Но... Эта атака как символ второй партии, завершившейся победой команды нефтепорабатывающего завода. На ваших экранах последняя атака сета. И ведущий специалиста белорусского арбитражного корпуса, как-то наш добрый друг Аркадий Иосифович Цвиян, который, выбрав место для просмотра матча на трибунах, оказался в самой гуще событий мира болельщиков «Жемчужной Полеси». А они в этот день были просто великолепны. И стар, и млад, и знатоки волейбола, и просто любители этой прекрасной игры, все сплотились на этом матче, дабы помочь своей родной и любимой «Жемчужной Полеси» победить. И она так близка была к этому. И в третьем сетину 24-26. При том, что по ходу сета наши волейболистки были гораздо ближе к победе, чем соперницы. Не получилось. Хотя, как показывает, этот розыгрыш могло получиться. Однако, если бы весь матч завершился так же, как и эта комбинация. Но в очередной раз. Опытный Виктор Федорович Гончаров и его команда, выступавшая в этом году даже в лиге чемпионов. Некоторые неточности «Жемчужных Полеси» на подаче. Атаки блестящей волейболистки Екатерины Силантьевой. Сообразительность в игре Надежды Столяр. И бесподобная Оксана Ковальчук, чьи атаки доставляют настоящее удовольствие всем тем, кто любит и ценит волейбол. Вот, кстати, завершающую третью партию розыгрыш. Подача Кати Силантьевой и 2-1. Минчанка вновь впереди. Четвертый сет стал душевной раной, которая еще долго будет затягиваться у болельщиков «Жемчужной Полеси». И ведь все вроде бы складывалось удачно для нашей команды. На лицах появились улыбки, а счет неумолимо приближался к победному, как тогда казалось, окончанию партии для «Жемчужной Полеси». Вот счет стал уже 24-21. После отличной атаки Светланы Паруковой до тайбрейка оставалось забить всего один мяч. Но вот блок Минчанки сокращает разницу в счете до двух мячей. Вот разница минимальна. Далее счет становится равным. Аут – ознаменовавший выход вперед Минчанки. И победный для Минчанки блок, в котором мы опять увидели воспитанницу с дюшер «Жемчужной Полеси» Татьяну Серик, которая в третий раз подряд становится чемпионкой Республики Беларусь. В 2015 году она привела к победе свою родную «Жемчужную Полеси». Год 2016 и нынешний чемпионат прошли для нее под знаком Минчанки. Победа сегодняшняя далась совсем непросто. Бились до последнего, иногда даже чуть-чуть не верилось, что мы сумеем нас вытащить в Мозыре, потому что тяжело на самом деле при болельщиках играть. Но благо для нас. Мы понимали, отдали все силы, мы закончили, мы выиграли, очень рада, счастлива. И как подарок от любимого человека цветы. Приятно, что волейбол дарит нашим героиням не только яркие игровые моменты, но и интересные встречи. Вот, например, Дарья Ионова именно благодаря этой прекрасной игре познакомилась с представителем академической гребли Сергеем Володько, который едва завершил свой кубок Республики Беларусь и, кстати, выиграв его в трех номерах программы, примчался в Мозырь из Бреста, дабы поддержать свою любимую. Не хватило совсем чуть-чуть. Борьба упорная была. Минск на данную минуту сильнее, чем я поздравляю девчонок с Минска. Ну, ничего страшного. Я надеюсь, что команда в чужом полиции сделает работу над ошибками и в следующем сезоне исправит их. Надеемся, в следующем году наша команда победит. А Дарья Ионова в клубе будет играть столь же ярко, результативно, как она это делает в национальной команде, куда Даша вновь приглашена, кстати, как и Татьяна Серик, для участия в отпорочных играх к чемпионату мира. Приглашают в сборную уже не первый год, поэтому состав, в принципе, не сильно меняется, и общий язык с игроками находится, в принципе, быстро. Силы есть. Я, в принципе, физически выносливый человек и думаю, что все получится. Продолжая тему волейбольных встреч, предоставим слово капитану нашей команды Анны Капко, который вначале рассказал нам о своих чувствах о завершившемся чемпионате страны. Сезон был классный, потому что были очень интересные игры, захватывающие. Вот даже эта вот разборка наша с Минчанкой, постоянно такой накал страстей, что мне кажется, просто воздух электризовался здесь. Второе место хорошее, тоже хорошее, но всегда хочется первое, потому что когда ты уже раз попробуешь первое, хочется всегда его иметь. Наверное, мы в последний раз говорим в передаче об Анне Капко, так как в этом сезоне, впрочем, предоставим слово самой Анне уже Жаафар. Кроме хорошего сезона, у меня еще были очень интересные в личной жизни изменения. Я вышла замуж и поменяла фамилию на Жаафар. Пожелав удачи в семейной жизни Анне и Тарику Жаафар, которая, кстати, всеми силами старается помочь Жемчужине Полесе во всех ее начинаниях, обратим свое внимание на болельщиков нашей команды, в рядах которых мы заметили представителей футбольного клуба «Славия Музырь». Игра понравилась очень. Ну, упустили, конечно, такую игру. Я думал, 24-21 пойдут на тратый сет. Надеюсь, что придут поддерживать, и я думаю, мы завтра подарим результат. На следующий после волейбольного матча день в воскресенье 23 апреля футбольная команда «Славия Музырь» проводила свой матч чемпионата Республики Беларусь с футбольным клубом «Минск». Сыграла в ничью 2-2. И один из голов в этой игре забил Максим Слюсов. Ну, а вот один из старейшин болельщикской братья нашей команды Степан Петрович Каду. Все понравилось, но мы проиграли сегодня на своих ошибках. Просто чуть-чуть повезло Минчанке. Но мы до последнего верили. Мы за свою команду всегда болеем. И не вышло в этом году. Будем надеяться, в следующем году мы победим. Конечно, победим. Да и как же этого не сделать с такими спортсменками, как Людмила Капитан. Она единственная волейболистка нашего клуба, которая провела вместе с командой все сезоны, что «Жемчужная Полесья» играла в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь. Хотелось подарить нашему городу, нашему любимому болельщику, хорошую игру. Чтобы здесь было вручение. Хотелось, конечно, чтобы получить золото, чтобы они порадовались за нас, как это было пару сезонов назад. Но, к сожалению, опять у нас серебро. Хотелось поблагодарить всех болельщиков, всех «Жемчужинок», девчоночки. Вы все молодцы, потому что у нас есть мы. И я очень рада, что я играю с вами в команде. И пусть золото нам в этом году не удалось, серебро тоже, но оно нам досталось тоже кровью и потом. Спасибо всем большое. Второй год подряд серебряно-медалистская чемпионата страны становится Дарья Аврамчик, которая нечасто появлялась на площадке в этом сезоне, зато на Ниве популяризации волейбола и родной «Жемчужины Полесья» она добилась значительных высот. Я думаю, что у нас есть возможность появляться в прессе, в интернетах, нас с нами наблюдают. И я думаю, что узнают, как бы и приходят на матч, узнают во сколько он, когда. Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Они самые лучшие. Как я уже упоминала в своем интервью, что их везде боятся, они на самом деле самые лучшие. Как они придут своим барабанами. Вот, я хочу сказать им большое спасибо. Приходите, болейте за нас. Скажем спасибо и Дарье за ее профессиональное отношение к делу в том числе и в плане общения с представителями масс-медиа. А ведь это очень важно для популяризации волейбола. Это отлично понимает и еще один наш добрый друг Сергей Алексеевич Рута. Один из тренеров «Жемчужной Полесья». Я хочу сказать так, что финал очень достойный, но если так разумно подходить, мячанка на голову выше нас. И мы как бы ни старались, даже в чемпионате у нас была одна победа. И то, когда Федорович посадил Гончаров, Ковальчук на копейку запасных, тогда мы выиграли этот матч. А так мы старались, мы уже, извините, за мой французский вылезали из штанов. Но даже сегодня у нас не нашлось лидера добить третью-четвертую партию. От этого вы сами понимаете, выше головы не прыгешь. От этого, я думаю, все равно достойно второго места, это серебра, это наша команда. Федорович, как настоящий максималист, был не всем доволен действием своих подопечных в третьем матче финальной серии. И вместе с тем, именно его команда на сегодняшний день – флагман отечественного клубного волейбола. Вы знаете, в Санкт-Петербурге заладилась игра у некоторых ключевых игроков. Первый след нам удался, мы принимали, практически мы не сделали своих ошибок. Команда Мозыряу тоже очень, я скажу, довольно-таки хорошего уровня. Может, даже европейского уровня, я вам должен сказать. В третьем второй парке они нас разобрали, мы немножечко… Они поменяли тактику, мы не разобрались. Хорошо, что мы вытащили четвертый, третий сет и четвертый на жилах. Мне игра понравилась, а зрителям, я думаю, тоже самая игра очень понравилась. После матча, венчавшего чемпионат, состоялась церемония награждения, на которой, кроме медалей и командных призов, были вручены индивидуальные награды. Отметим, что лучшей блокирующей стала Надежда Столяр, а лучшая либера – Алена Федоринчик. Быть чемпионом – это всегда престижно, это достойно, и это звание остается на всю жизнь, поэтому в любом случае это память отложится. Лучшей нападающей чемпионата стала капитан столичной команды, спортсменка, чрезвычайно одаренная Екатерина Силантьева. Я думаю, что мы доказали, что мы сильнейший все-таки финал, достойный соперник у нас был. Сегодня дома они показали замечательный волейбол, это было очень тяжело. Самые запоминающиеся моменты касаемо чемпионата Беларуси – это, наверное, кубок, потому что мы тоже там одержали победы. Ну и у нас каждая игра – это для нас как новое испытание, и мы доказываем сами себе и всему округу, что мы лучшие. Ну и никого не удивило, что лучшая волейболистка чемпионата страны стала бесподобная Оксана Ковальчук, игрок редкого дара и обаяния. Сезон был достаточно интересный, для меня чемпионат Беларуси не так часто, поэтому, в принципе, приятное событие. Я получила удовольствие, играя в этом сезоне в чемпионате Беларуси, в команде «Менчанки» был интересный, полезный, я надеюсь, не только для меня, но и тех девчонок, которые находились на площадке рядом со мной. Второй год подряд забоевывает медаль чемпионата страны Виктория Дудкина. В прошлом сезоне серебряную за нашу «Жемчужнополесье». В этом сезоне у Вики медаль «Золотая» уже в составе «Менчанки». Ну, конечно, я испытываю радость, потому что «Менчанка» – это моя нынешняя команда, девчонки молодцы, игра очень непросто складывалась, особенно на сегодня, но мы выдержали. Конечно, мы все очень-очень рады. Конечно, результат финальной серии несколько огорчил «Жемчужнополесье», но все же третий год подряд быть в числе двух лучших команд Беларуси – успех. Хотя в следующем году мы ждем от нашей серебряной команды сезона «Золотого». Решающее значение – это опыт, опыт принятия решений в таких сложных игровых эпизодах. Все-таки девчонки с Минска, они настолько уже закалены этим. Нам этого не хватило. Сделали практически все, что могли. Я думаю, что финальные все игры были ровные. Не было этой легкой прогулки для «Менчанки». И в домашних сценах было все в наших руках, но мы, к сожалению, чуть-чуть не хватает. Но в спорте чуть-чуть решает многое. Поэтому уступили, хотя игра была очень достойная по содержанию. Но я думаю, зрители получили максимум удовольствия. Результат. Развитие команды неотрывно связано с Мозорским нефтеперерабатывающим заводом, который эту команду создал, который, мы в это верим, вывезли с «Жемчужнополесья» и на международный пьедестал. «Достойная была игра и в Минске. Здесь была эта игра достойна именно финала. Девчонки старались, это мы все видели. Но, конечно, нервы, наверное, где-то кого-то подводили. Может быть, немножко класса не хватило. Но вообще мы благодарны, конечно, им за хорошую игру, за то, что они стремились, конечно, стать чемпионами. Но немножко не хватило. Ну и наши болельщики, конечно, молодцы. Я хочу им сказать всем огромное спасибо за то, что они так поддерживают команду, болеют, всегда едут с командой. Огромное всем спасибо. Ну и на перспективу будем работать, будем продолжать работать. Предприятие будет продолжать финансировать. И как спецклассы, и так же, и как нашу основную команду. И мы надеемся, что в следующем году мы увидим достойный волейбол и достойный результат. Итоги сезона мы еще обсудим, и не раз. А пока скажем спасибо и до свидания этому захватывающему турниру. Чемпионату Республики Беларусь сезона 2016-2017. Ну что ж, дорогие друзья, чемпионат Республики Беларусь завершен. Волейбольный сезон продолжается. Наша команда вновь серебряная. Надеемся, в следующем году будет золото. Ну, а на сегодня это все. С вами было волейбольное обозрение. Евгений Монрахович и Вячеслав Пересыпкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова